При осмотре во дворах зданий хорошо видны трещины. Они вызывали беспокойство жителей. В ходе независимого исследования, проведённого научно-проектным центром СОРМАКС, трещины действительно зафиксированы. Но специалисты отметили, что они образовались уже давно. В них успела вырасти трава. Видны следы попыток ремонта повреждений. Однако местные жители всё равно обеспокоены состоянием дома. «Между собой начали люди общаться и говорят, что происходит с домом. И тогда я с 24-го числа или 26-го, я точно не могу сказать, у меня это записано, начал сам мониторить. И мы увидели, что за 16 дней промониторили, там вышло больше чем на 4,5 сантиметра». Жильцы связывают повреждения с недавно развернувшейся стройкой. Но работы на площадке ещё не начались. Сделана только расчистка территории. У застройщиков в планах в первую очередь укрепление склона. Насколько критична ситуация, мы решили узнать у представителя подрядчика. «Мы услышали обращение людей, разбираемся в сложившейся ситуации и совместно с жителями, совместно с техническими специалистами и администрацией будем проводить дополнительные инженерно-геологические изыкания территории. Из-за особенностей рельефа, характерного для города Сочи, решения изначально были предусмотрены для защиты домов, расположенных выше по склону. При этом было предусмотрено устройство подпорной стены. Стена, она для защиты домов от любых техногенных явлений. Людям не о чём переживать». Техническое заключение научно-проектного центра Сормакс по проекту строительства подпорной удерживающей стены соотносится с теми работами, которые планируют проводить подрядчик строительства. Специалисты Сормакса также указывали на то, что расстояние от площадки, на которой велись работы по строительству подпорной стены до ближайшего панельного дома, составляет 55 метров, что превышает величину предварительно назначенного размера зоны влияния стройки. Принимая во внимание значительную удалённость дома от площадки строительства, влияние работ на прилегающую к дому территорию представляется маловероятным. Как утверждают специалисты, повреждения вызваны уплотнением насыпного грунта, который служил основанием при строительстве домов, однако не выдержал нагрузки. А вот как эту ситуацию комментирует администрация Сочи. 17 октября по обращениям граждан на место к домам 14, 14-1 и 14-2 по улице Дорога на Большой Охун выехала комиссия в составе сотрудников администрации Хостинского района, единой дежурно-диспетчерской службы города Сочи и муниципального жилищного контроля. При осмотре зданий видимых повреждений не выявлено. На момент осмотра чрезвычайная ситуация на месте не зафиксирована. Угроз для жителей нет. Имеются трещины бетонированной площадки при домовой территории, которая расположена не на фундаменте. Нарушение системы отвода дождевых вод с подпорной стены, которая была построена несколько лет назад. Специализированной организацией территория будет обследована для определения дальнейшего устройства дренажной системы и ливня отвода. Далее будет рассмотрен вопрос о восстановлении бетонного покрытия. Мы выслушали все стороны в сложившейся ситуации. Водоканал у представителей администрации мониторит обстановку, а генподрядчик строительства проводит дополнительное обследование грунта. Телеканал «Сочи-24» будет следить за ходом событий.